Увеличение возраста непропорционально скорости. Такую теорию сегодня доказали казанские дедушки. Они соревновались в мастерстве вождения. За руль можно было сесть только при одном условии. Предъявив пенсионное удостоверение, Дарья Турцева убедилась, что почтенный возраст еще не повод съезжать на обочину жизни. Им давно уже за шестой десяток от того и выше 60 не ездят. Водители-пенсионеры самые дисциплинированные на дороге. В ДТП попадают редко, утверждают в ГИБДД. Пешеходы, так как у них и реакция похуже, и движения замедленные, часто становятся участниками дорожного происшествия, как пешеходы. Но водители в больших происшествиях у нас не участвуют. На конкурсе участники за стажем подтвердили, что спешить им уже некуда. Вначале несколько раз обошли трассу пешком, чем изрядно понервировали судей, которым хотелось быстрее начать соревнование. А все в за руль не лихачили. Эти участники дорожного движения точно знают, тише едешь и дальше будешь. А вот профессионал, мудрый водитель, это будет всегда хорошо. Вот я стараюсь к этому всегда в дорожной ситуации опасной не доводить до ДТП. Надо стать мудрым водителем. Тогда будет все нормально. За рулем они больше полувека. Свои права почти все получили, когда служили в армии. С тех пор рулят по жизни. Не упустят момента поворчать на молодежь. Все наглые, все хотят. У всех, самые любимые, я даже у меня дочь училась, левый край у них. Почему? Не знаю, как будет там лучше. Все по левому краю. Хотя левый край всегда свободно должен быть. Хоть седина давно в бороде, бесам боли эти мужчины не дают. Во всяком случае на проезжей части. Прожитые годы убедили, самоутверждаться не на дороге надо, а в жизни, где все куда сложнее. Дарья Турцева, Ленар Хабибуллин, Вести, Татарстан.